Пенсне есть. Вот такая вот собачка. Довольно красивая и гармоничная, интересная статуэтки. Какой самый интересный камень у вас? Самый редкий. Друзья, я в центре города, Харьков, гуляю. Съездил только что навстречу клубов коллекционеров. И потом сразу сюда. Значит, сейчас покажу вам покупочки, что я купил навстречу клубов коллекционеров. Сейчас распакую пакеты. И покажу вам небольшой базарчик. Здесь Харьковский оперный театр. Вот, Котоп. Смотрите, здесь разные-разные такие вот точки. Сейчас и покажу вам, что здесь, собственно, продают. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Что же я приобрел навстречу коллекционеров? Это украинская тематика наша. Так, вот на какие-то бумаги. Смотрите, смотрите, это статуэтка. Обалденная. Очень красивая. Здесь девушка гадает на вот таком вот цветочке. Конечно, я думаю, стоит помыть, немножко почистить. Вот клейма. Довольно дешево я приобрел. И клевая, клевая тема. Красивая девушка. Просто невероятно выглядит эта статуэтка. Наша тема. Гляньте, как у нее вышиванка. Как я понял, сделана платье, точнее. Не вышиванка, а платье. И сзади вот такая вот часть садочка. Можно посмотреть на Виолите, почему продаются такие. Вот на сайте Виоли я вбил в поиск название. Такое любит, не любит. Либо гадание на ромашке. И видим, уже один лот выставлен. 120 гривен. Но, конечно, очень важно обращать внимание на состояние. Потому что какие-то любые сколы, любые такие моменты. Вот в проданных она есть. 150 было выставлено, за 120 было продано. Ну, видите, есть выставленные даже вот с такими какими-то надломами и так далее. То есть нужно очень-очень внимательно обращать внимание на конкретную статуэтку и ее особенность. В целом смотрится очень красиво эта статуэтка. Давайте я вам покажу, как она выглядит у меня. Ту, которую я приобрел уже дома. И покажу, как она, в каком каталоге, в какой книжке можно посмотреть также такие статуэтки. Вот. Сейчас вы видите советский фарфор. Вот такая есть книга, которую можно легко приобрести и на Виолите, и в других местах, на встречах коллекционеров. Тут есть все цены разных советских статуэток. И не только. Вы можете посмотреть, вот так вот выглядит и какая цена. Но, к сожалению, здесь не указана цена. Вот. Ну, давайте пока посмотрим на эту статуэтку. Она довольно клевая. И просто-напросто ее иметь дома или где-то у вас на даче. И даже довольно стильно и красиво. Так, она тоже все замотана в супер бумагу. И вторая статуэтка. Здесь у нас уже пара. Гляньте. Тоже очень красивая. Вот тут у них одинаковый, гляньте, цвет вышиванок. Шиванки. Вот у нас клейма. И, думаю, тоже на помои ее очень красиво будет смотреться. Ну, плюс, если кто-то коллекционирует такое, блядь, в коллекцию. Мне понравилось. Я прям захотел купить сразу. Ну, вот сейчас выставлены на Виолите. Данная статуэтка тоже может посмотреть состояние. В принципе, конечно, на аукционах решает спрос. То есть, насколько много людей хочет приобрести тот или иной предмет. То есть, могут, если быстро продаваться, то есть, может и за 100 гривен уходить, может и дороже. И вот состояние. Давайте покажу в живьем, как она выглядит. Довольно красивая, яркая. И, в целом, ну, конечно, такие большие статуэтки, чтобы коллекционировать, нужно иметь место, где их держать. Особенно, если у вас коллекция довольно большая. Вот, я коллекционирую монеты. Их гораздо проще хранить, чем, например, вот такие коллекции с такими большими статуэтками. Можно декорировать свои там заведения, рестораны. Если у вас такая тематика украинская, представьте, как круто, когда у вас оригинальные предметы. Вот такого плата находятся в заведении. Ну что, друзья, а теперь давайте покажу вам, что здесь возле Хатоба. Театр оперы и балета в городе Харькове. И немножко покажу, как выглядит наш город сейчас летом. Здесь у нас есть такая мини-выставка. Я, ну, не могу сказать, что это антиквариат. Просто разные какие-то поделки, разные какие-то продажи хендмейт-штук. Могут быть какие-то украшения. Конечно, было бы здорово, если бы здесь появились какие-то монетные штуки. В плане того, что выставлять юбилейные или коллекционные монеты было бы просто классно. Пока есть только вот видим камни разные, украшения. Вот, даже фарфора здесь не бывает. С точки зрения места очень крутая локация. Здесь прохладно, ведь есть ветерок. Но такой формат камушки интересный. Интересный, интересный. Какой самый интересный камень у вас? Самый редкий. Самый редкий? Да. Даже не знаю. Янтарь, наверное, его нет. Есть янтарь, где-то затяжался. Но я не могу сказать, что он самый редкий. Не, ну, если бы он вот такого размера был. Ну, тогда. Был бы, конечно. Был бы хороший. Астрофелит очень интересный. Астрофелит? Угу. С золотыми вставками, да? Ну, нет, не с золотыми. Это просто такой генерал. У него очень интересная такая структура. Угу. Класс. Класс. Спасибо. Интересно. Так, ну, разные украшения, украшения, украшения. Ну, не хватает здесь однозначно монет. Так, все, все вам показал. Угу. Пока вот такой вот есть харьковские сумочки. Двести гривен. Вот такая небольшая выставка у нас в городе есть. по бижутерии и разным камушкам. Давайте покажу вам, что я сегодня прикупил. На барахолке. Ну, город у нас, конечно, преобразился очень круто. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Насколько кайфово все оформлено в центре города. Огромное удовольствие гулять по таким улицам. Это наша улица Сумская. Людей нету, очень мало. Ну, потому что день, вечерком, конечно, побольше будет людей. Ну, вот такая красота у нас в городе. Смотрите. Просто супер. Очень приятно гулять в городе. Спасибо всем, кто это все делал. Да, харьковчанцы. Говорил, что, в принципе, для декораций подобные статуэтки, ну, очень-очень круто вписываются. Сейчас могу показать, пока, как они стоят у меня на полке. Да, довольно красиво. И гармонично интересные статуэтки. Пока у меня их немного. В принципе, я бы себе что-то еще взял в коллекцию. Так что, если у вас есть статуэтки на продажу, пожалуйста, напишите мне. Мой контакт, телеграмма будет в описании. Тема интересная. Тема будет украинских статуэток. Ну, в принципе, если что-то действительно красивое, я готов приобрести для себя в коллекцию. Немножко места у меня еще есть. Еще есть одна такая полочка, куда я готов поставить эти статуэтки. Вот. И что могу сказать? Сейчас я вам покажу еще одно заведение. Это ресторан в городе Харькове, в котором вот такой вот шкафчик сейчас и оборудовали. Вот. Вы видите перед своими глазами, как сделали в заведении в нашем городе. Вот так вот выставили, ну, не украинскую тематику статуэток, а такую более европейскую, ну, довольно прикольно и очень-очень стильно смотрится. Так что, если у вас есть свои заведения или рестораны, которые нужно задекорировать, обратите внимание на вот такие прикольные штуки, как фарфор. Обратите внимание на фарфор. Ну что, друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк, поддержите, если он вам понравился. И до новых встреч. Всем пока. Немного полистаю для вас эту книгу, если у вас такой нет и вы не видели в интернете, чтобы немножко познакомиться с, какие бывают статуэтки, какие бывают цены. Да, обычно, видите, указывается. Статуэтки различаются по разным направлениям, по тематикам. Конечно, чем интересней какой-то эпизод, показанный, да, статуэтка, тем дороже. Плюс, конечно же, играет значение тираж, каждый статуэтки, тематика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok